всем привет сегодня позвонили сказали завтра приедут цыплятки поэтому я пришел для того чтобы окончательно уже закончить с брудером как вы можете видеть здесь поддончики не установлены сейчас буду устанавливать беру сеточку здесь сеточка такая 12 на 12 и ложу потому что у них лапки маленькие могут там проваливаться будут колени застревать в полу чтобы этого не было уже сеточку готовлю это все сейчас потому что когда приедут малыши будет уже не до этого их нужно будет заранее сразу же бегом поместить сюда и так как у нас передают что завтра морозы будут морозы будут такие очень хорошие ну и приедут как раз малыши в это время все сеточку отрасположил все отлично просто положил туда было где ходить завтра уже когда они приедут наполню кормушку сейчас наполнять не буду вы можете видеть сейчас температура 6 и 9 завтра с утра включу и начну уже прогревать брудом и к нему приезду изначально поставлю так градусов 15 так как я включу с утра и непосредственно уже поближе к тому времени когда малыши приедут я уже выставлю 33 градуса и как раз я думаю за где-то полчасика температуру нагонит будет отлично и малыши будет помещены здесь также завтра нагрею воду потому что сейчас боюсь ее греть может замерзнуть за ночь нагрею водичку и с утра поставлю сюда но это тоже будет держать здесь температуру посмотрим завтра может быть даже выстоим градусов 20 ну все сейчас будем делать поддончики занес . такие поддончики газетку кладу газетку потому что газетка впитывает лучше нам главное обеспечить сухость влаги там все будет достаточно полностью и не убрать как ни крути все равно они будут находиться в влажном это повышенная влажность все вот так вот примитивненько газетка газетка для того чтобы просто было легче убирать потом я взял себе в этот вытянул с пометом выбросил вот так и все и в основном полточки чистые хорошие что не нужно их вымывать ну конечно все равно что-то да и проходит на лоток мы начинаем опять же вымывать на что делать такая вот наша работа так сейчас немножко газет больше чем надо вложу нужно разрывать еще какую-то газетку вложить чтобы было экономно я задумаю экономить не буду положу так и вот для того чтоб лучше впитывала сейчас я посыплю это все опилочкой у меня там в мешочке опилки ну так совсем чуть-чуть просыпаю потому что у нас опилки мало опилки немножко убирает запах забуду я рассказывал в прошлом видео и забыл рассказать вот лучше конечно когда вот есть у вас поддончики чтоб еще низ как-то закрывался уменьшить вот эти вот сквозняки ну чтобы оно как-то было более-менее нормальные чтоб не сквозняки эти сквозняки не подували сильно потому что поболеют все горшок готов завтра приедут эти сероны мелкие сейчас хорошо малыш нет я могу поправить там все потому что аж заворачивается домик для малыш не готов так ребятки наступил новый день вы видите погода преподнесла сюрприз такой нужно готовиться сегодня должны приехать малыши бролеры уже подогрел водичку наливаю в баночку для чтобы она потихонечку остывала так баночка готова беру такую крышечку вообще офигенная штука очень удобная идемте с вами в бролерную так мы ребятки в бролерной вот смотрите температура у нас 6 и 3 панелька горячая запускаем в работу баночка здесь я ставлю она здесь остывала доходила до температуры воздуха ну а тут мы выставляем 20 градусов ну я выставляю 20 градусов ну я выставляю 20 градусов все пусть брудер прогревается я наверное даже сделаю так баночку поставлю внутрь для того чтобы кто тут быстрее прогрелся хотя хотя нет вода будет нагреваться потом испаряться не надо пусть стоит лучше греет здесь помещение ну что можно идти это ж надо так нас это угораздило заказать бролеров как раз на морозы сегодня уже забыл крышечку выложить сейчас на улице пока минус 6 но к обеду к обеду обещаю что будет уже минус 9 где-то минус 10 посмотрим вот к обеду обещаю да уже утро и уже минус 9 ну как то так все в обед приду и приму малышей самое теплое время где-то часов 2 должны подъехать так что будем грузить их в трудах так ребятки я уже на доме уже на месте скоро приедут бролеры уже позвонили сказали что они на базе бролеры на базе ну а значит нам нужно повышать температуру ну отлично 20 градусов есть повышаем до 33 вот смотрите перебор все поставил 33 вот водичка нормальная температура комнатная ну все нагрев пошел ждем малышню здесь греет можно повышать температуру в помещении тоже вот включим сейчас чтоб было 10 градусов ну конечно ну 10 градусов наверно вряд ли сможет нагнать ну хоть как то потому что друзья на улице очень холодно и это еще не предел температура будет еще снижаться ну шо ждем а пока ждем я вынесу вот эту вот воду чтоб не стоять просто так все друзья купил я этих бролеров купил корм сейчас поделюсь с вами какие же цены на данный момент конечно все подорожало вот еще взял соли кокс и байтриль с сегодняшнего дня кстати будем начинать уже выпайку значит сами бролеры это коп 500 и мы взяли 25 штучек по цене в 19 гривен байтрил 20 гривен соли кокс 22 и теперь по кормам это стартовый ПК 5.4 один мешочек взяли так как у нас еще тут пол мешка осталось сейчас буду их кормить вот ах этот комбикорм по 440 гривен потом ПК 6.4 ну это Гровер взял два мешка это 420 гривен за один фу оттаскался уже аж жарко стало и взял финиш 3 мешка по 410 гривен ну вот такая цена вообще вышло все на 3060 гривен вот вот так сейчас не дешево содержать бруллеров достал остатки стартов и сейчас будем сюда вот в бочку высыпать гровер я так делаю потому что мне так проще проще хранить его мышь и мешки прогрызают а бочку нет подиная пластика это готово сейчас следующее так еще пока я вот этим занимаюсь скажу как бы такой советик от меня но это личное мнение когда вы покупаете корма берите сразу все чтобы вам хватило от начала до конца потому что мало ли что потом может произойти поставщик не сможет принести потом дороги замело или еще что закончилось на складах ну всякое а вам срочно надо будет и потом будете кусать себя ну за локти пусть будет за локти так ну что теперь будем поить и кормить молочню вот уже начинают носиться сейчас я вам покажу не прелесть замечательные малыши не одна и если вы не вы не вы Будем делать им выпойку. Но я отойду от своих обычных схем и начну, так как сейчас зима и холодно, и они скорее всего перенесли стресс, то я начну с чектоника, выпойку обычно. Я начинаю с антибиотика, ну вот пару дней они попьют чектоник. Так же вот если вы, вот я беру 1 мл и в баночку. 1 мл на литр. Так же можно использовать глюкозу, аскорбинку, потому что малышня все-таки по-любому стрессанула и это в первые дни поможет им быстрее восстановиться, запуститься. Ну конечно, как по мне, лучший вариант это вот такой вот, взять дать им чектоника, потому что здесь пробиотики, витамины, всякие минералы. Ну и поэтому я считаю, что это лучше. Зимой. Так же смоется. Субтитры делал DimaTorzok 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 Нажимайте колокольчик Скоро будет следующее видео Подписывайтесь И всем пока Жмите лайки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok